Музыка Женщина – это главный источник и хранитель любви. Наши мудрые предки именно женщине доверили быть хранительницей домашнего очага, воспитывать детей, а также передавать семейные традиции и историческую память народа из поколения в поколение. Именно поэтому четыре года назад в Московском обществе греков зародилась идея создания ассоциации греческих женщин. И что из этого вышло, мы решили узнать лично. Возникла такая идея, давайте сделаем ассоциацию женщин и будем заниматься именно тем, чем должна женщина заниматься. Для нас это очевидны такие виды деятельности, как благотворительность, просветительство, культурные мероприятия, сохранение традиций. У истоков возникновения женского объединения стояло шесть активисток греческого московского общества. И назвали они свою ассоциацию «Красиво» – «Агапи», что в переводе с греческого означает «любовь». На первом же общем совете члены ассоциации приняли решение разделить зоны ответственности в деятельности объединения и назначить кураторов. У нас есть такие виды деятельности, как благотворительность, издательская деятельность, переводческая деятельность, организация творческих вечеров. У каждой есть свои интересы, и наша ассоциация, она дает возможность каждой женщине раскрыться, реализовать себя. Потому что на площадке вот именно такой общественной структуры это сделать гораздо легче, чем в открытом мире, так скажем, тем более московском, насыщенном, таком творческом, с одной стороны. С другой стороны, это все-таки у нас у всех греческие темы. Я им сказала, что основной упор мы не будем делать только на социально значимую деятельность, помогать бедным семьям или детям-сиротам, там у нас есть какие-то неполные семьи. Это тоже главная задача, но главное нам сплотить, сохранить православие и язык. То, что я им сказала, как выжила Евзантия. Византия рухнула, пал Константинополь, завоевано турками было все практически, пространство. И посмотрите, греки четыре столетия, почти 500 лет они сидели под этим игом, но они сохранили нацию, они сохранили язык. За счет чего? Сохранилась за счет церкви. Церковь жила, шли службы на греческом языке. При монастырях работали греческие тайные школы, так называемые Крифас Хуля. И вдруг, когда турецкая игра упала и грец встала независимость, мы увидели, что независимые греки – это нация. Наталья Георгиевна Николау – директор школы по новогреческому языку имени братьев Зосима. Более 20 лет занимается греческим образованием и духовным просвещением. Именно под ее контролем проходят значимые мероприятия в этих областях. А также публикуются духовно-просветительские пособия. Наша Наталья Георгиевна Николаа уже много лет занимается переводом книг греческих, с русского на греческий, с греческого на русский. Вот в прошлом году они издали переводы книги о святом Паисе «Детям нужно солнце», которое написал митрополит Нектарий. Эту книгу мы издали совместно с фондом Миссии, они поддержали этот проект. Также в прошлом году при поддержке издательства Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в свет вышел уникальный русско-греческий молитвослов. Собран он был на основе молитвослова XIX века, чудом сохранившегося до наших дней. Можно даже греческий язык учить, потому что перевод идет практически слово в слово наших церковно-славянских молитв, и это древнегреческие молитвы. Представительницы объединения Агапи поддерживают теплые взаимоотношения со многими священнослужителями, как России, так и Греции. Они с удовольствием принимают участие в православных мероприятиях и всегда откликаются на призывы о помощи и поддержке. Мадагаскар, это, конечно, в Греции меня попросили, если мы можем помочь митрополиту Мадагаскару Игнатию собрать средства для его греческих школ и его деятельности на Мадагаскаре. Он приехал сюда зимой и рассказал, какую деятельность он ведет там. Мы решили ему помочь собрать средства. Было очень сложно, это куда, как пойти вот так средства собрать. Я по своим знакомым греческого происхождения. Я говорю, Людмила Михайловна, вот митрополит, понимаете, такая деятельность. Она сказала, ну хорошо. Сумму такую передала, нас приняла очень так, сдержанно, с любовью, правда, так. Ну, и мы ушли. Потом она мне звонит вечером и говорит, Наталья, ты знаешь, что у меня в этот день произошло в магазине? У меня был такой наплыв покупателей, что в этот день я получила выручку месячную. Это для нее был урок. Она сказала, вот видишь, как Господь помогает, рука дающего не оскудеет. Есть такая фраза. Вот я отдала, даже не особо так уж, даже и с желанием. И тут же с торицей мне эти средства возвратились. Тесная связь ассоциации греческих женщин Агапи с православием отражена и в эмблеме объединения. В центре композиции – изображение женщины византийского периода. Свеча в ее руках – символ домашнего очага, а лавровая и оливковая ветви указывают на греческое направление объединения. Немножечко эта эмблема, она как бы выполнена в стиле эмблема Московского общества греков, чтобы показать наше рождение от Московского общества греков и принадлежность к нему. Сами себя мы называем Агапули, потому что это придумал отец Тинесиус, который является нашим духовным наставником. Он сейчас находится в Греции, настоятель русского храма в Афинах. Он приехал сюда учить русский язык. И так он нас нашел, и в общем мы очень сразу подружились, и в общем мы его попросили, чтобы он нас как-то так духовно окрамлял. И вот он стал нашим духовным наставником, и он всегда нас называл Агапулес, Агапулес, Агапулес. И так мы в общем друг друга называем себя Агапули. За четыре года по инициативе Ассоциации греческих женщин Агапи было организовано более 50 мероприятий, в том числе различные благотворительные акции, паломнические поездки и экскурсии. Они приняли участие в 15 фестивалях и форумах, провели более 20 мастер-классов по греческой культуре и национальной кухне, а также издали 4 книги. Члены объединения стали актерами докудрамы «Главный грек Российской империи», записали несколько выпусков передачи «Крылатые притчи» для интернет-ТВ и даже основали любительский театр «Орден», название которого является аббревиатурой фразы «Очаг радости духовного единения наций». Я свою роль вижу как режиссер с практикой большой, подсказывать, как лучше, чем будем удивлять. Наши вечера, они носят камерный характер, но так, чтобы душа развернулась и чтобы было интересно, мы развлекая, просвещаем. Самое значимое мероприятие, сейчас трудно сказать, но вот эти православные фестивали в Зарайске, мы принимали участие в православных фестивалях, очень значительная роль Агапи, в Акрополисе, который проводит Янис Политов, но мы там принимаем участие, создание театра «Орден» и игра девочек в этом спектакле, которые никогда актерским мастерством не обладали. Но вот они уже чувствуют вот этот подход, как надо проводить, чтобы видение было хорошее, чтобы слово несли. То есть тот профессиональный уровень, к которому мы стремимся. По словам основателя ассоциации, их объединение – это площадка для реализации самых невероятных проектов и идей, поскольку греческие женщины вдохновляют не только гостей своих мероприятий, но и друг друга. Очень важно женщине заниматься чем-то помимо семьи, помимо каких-то ее обязанностей, которые она делает каждодневно. И наша ассоциация – это как бы некая площадка для самореализации для женщин. У нас очень много разных женщин из разных профессий, которые занимаются разными увлечениями. У нас есть и музыканты, и преподаватели, и продюсеры из кино. На наших встречах мы всегда обсуждаем, что мы можем делать, что именно интересно нам и будет интересно другим. Не только мы даем организации, и организация нам дает, потому что ты вместе со всеми, и ты идешь вперед. А когда ты один, ну что ты один? Ну ничего. Ну я делала там дома, мне нравится готовить, я у себя на кухне готовлю. Допустим, для дома, для своих сестер я приготовлю и все. А когда ты отдаешь знания людям, ты взамен тоже получаешь. Эллада Прокопиду делится своей любовью греческой кухни со всеми, кому интересна эта тема. И надо отметить, ее мастер-классы москвичи действительно ждут с нетерпением. На своих занятиях Эллада не только раскрывает гостям мероприятий секреты приготовления греческих блюд, но также параллельно знакомит их с историей греческого народа. Первый мастер-класс, который я провела, был организован спонтанно, потому что было мероприятие по хлебу. И тут ко мне девочки из нашей уже зарождавшейся ассоциации обратились за помощью. Они сказали, Лада, сможешь ли ты показать мастер-класс? Вот так родился первый мастер-класс «Хлеб всему голова», «Византийский хлеб пелиопсома». Всем это понравилось. Мне самой очень понравилось. И я в тот год, мы считали, я по византийскому хлебу, наверное, 20 мастер-классов провела. Сегодня в активе объединения Агапи порядка 50 женщин. И это не только греки по крови, а все, кто искренне любит греческую культуру, православие и творчество во всех его проявлениях. Агапи – это ведь любовь. И название Агапи определяет всю нашу деятельность. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы как можно больше делали тех проектов, которые бы несли культурно-просветительскую миссию не только для греческого народа, но и, в принципе, для общероссийского социума. И вот наша миссия – это вот через культуру, просвещение, через наши православные традиции, как можно способствовать сближению русского и греческих народов. Я думаю, что впереди большие проекты. Мы не стремимся за количеством, самое главное, а за качеством. И те проекты, которые я знаю, уже будут. И один из этих проектов – это вот моя была инициатива, чтобы мы сделали документальный фильм о первом союзном фестивале советских греков 90-го года. Он уже сейчас осуществляется. Но через кого? Через профессиональные киностудио Центра научных фильмов, на которые мы в понедельник поедем, будем работать дальше. Через профессиональных людей. Мы ищем своих гречанок в сфере профессиональной, понимаешь? Вот. И есть такие гречанки, которые нам откликаются. И все-таки вот главное наше, да, это вот главное наше достоинство – это нести тепло друг к другу. И духовность, и профессионализм. Вот и все. В каждой женщине сокрыт неисчерпаемый источник силы и вдохновения. Чудесный мир, способный обогатить и осчастливить близких ей по духу людей. И объединив эту Богом данную энергию с другими представительницами прекрасной половины человечества, у женщин появляется возможность сделать поистине благие дела во имя мира и любви. Субтитры создавал DimaTorzok